Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители моего канала. Сегодня я хочу с вами поговорить, несмотря на то, что у нас январь месяц и еще новогодние рождественские праздники, я с вами заранее веду беседу, для того, чтобы вы меня послушали, может быть сделали какие-то выводы или обратили на нюансы подготовки семян к посеву. Которую вот-вот мы скоро с вами начнем. И сегодня я хочу с вами поговорить, как подготавливать купленные семена к посеву, или если вы собрали на своем садовом участке. Вы знаете, есть семена, которые не требуют никакой подготовки. Они высеваются только сухими, не через рассаду, даже есть такие семена. Сухими у нас высаживаются семена, которые такие пылеобразные. К ним относятся петуния, сурфиния, львиный сев, лабелия. Ну, такие пыльные семена. Они микроскопические практически. Я сниму позже, когда я буду с вами уже на практике высевать такие семена. Я вам покажу секреты посева таких семян, особенности полива. Ну, здесь на поливьюдных семенах я заострю внимание, потому что, ну, обычно это мои любимые цвета, сурфиния, такие семена имеют. Поэтому я вместе с вами буду и сеять, и выращивать, и показывать свои секреты. И, как я сказала, что достаточно много семян высеваются сухими. И есть семена, которые так называемые дрожжированные. Они уже обработаны промышленных, скажем так, технологиями и подготовлены сразу к посадке. То есть мы их ни в коем случае не замачиваем. Есть огурчики, патиссоны, кабачки, ну, много разных сортов овощей, которые даже имеют цветную оболочку. То есть это вам уже показалось, что эти семена мы ни в коем случае не замачиваем. А есть семена, которые действительно мы должны с вами замочить. Ну, обычно это на сутки замачивание происходит. И первый мой вам совет, в связи с тем, что такие семена мы, наверное, февраль, начало марта подготавливаем к посеву. И у нас на улице еще достаточно снега. Я вам советую замочить эти семена, растаявший снег. То есть водичка, когда вы занесете снег, она растает. И вот замочить в этой водичке. Сюда же можно добавить несколько капель стимулятора роста. Ну, я очень люблю ипин, или, может быть, какие-то другие вы можете средства. Ипин мы добавляем где-то 5 капель на стаканчик водички. То есть снег вот растаял, стаканчик воды получился, капаем где-то до 5 капель. И в снежной воде замачиваем на сутки семена. Вы знаете, сама снежная вода, это уже такая структуризированная, обладает мощной энергией, она стимулирует ваше растение. Ну и плюс, скажем честно, это как живая вода. Поэтому обращайте на это внимание. В предыдущем виде я вам показывала, как я проверяла схожесть семян, замачивая между двумя губками. Если что, вы вернитесь на предыдущее видео, вы тоже посмотрите очень быстрый результат. А вот, кстати говоря, они у меня и лежат на батарейке. То есть вот я, вы вернётесь на предыдущее видео, посмотрите. Смотрите, как я в этом году замачивала. Я беру две губки, увлажняю, вот в данном случае, или снежной водой, или просто водичкой со стимулятором роста. Расположила здесь вот свои семена. Я положила вот так вот я их в полиэтиленовый пакетик влажной губки. Подола. Здесь образовался у нас углекислый газ, который тоже способствует быстрому прорастанию семян. Закрываем герметично, или просто полиэтиленовые пакеты завязали. Или вот как вот такой замочек мы с вами закрыли. Подписали дату, вот какую у меня здесь дата, когда я замачиваю. Свернули, и я положила на достаточно тёплое место. Здесь у нас температура где-то должна быть 20-25 градусов. Это для прорастания семян. Но в данном случае мы говорим с вами о замачивании. Здесь уже, конечно, немножко дальше период, но это видео вы уже как бы посмотрели. И есть у нас семена, которые должны скарифицироваться. Обращаю ваше внимание, что скарификация, не стратификация. Стратификация это период, когда мы охлаждаем семена для того, чтобы потом вызвать у них такой активный рост. А скарификация это такой способ обработки семян. Но я сейчас не имею возможности у вас посмотреть. Это такие плотные горошинки семян достаточно, которые нужно поцарапать. К ним относятся, наверное, глициния, чекалки на орех. Потом определенные виды есть такой декоративной фасоли. То есть это семена, которые в такой плотной оболочке, которые хоть замачивай, не замачивай, результата не дадут. Они могут и 2-3 месяца у вас прорастать. И я вам обещаю, что вы не дождетесь сходов таких эксклюзивных растений. Для этого нам надо взять это семя, такое оно как зернышко, скажем так. И есть бороздка и поцарапать с обратной стороны бороздки. У меня сейчас нет возможности вам продемонстрировать. Вот только могу на юлочном шарике вам показать. То есть на таких семенах есть такая бороздка с одной стороны. Они достаточно плотные, такие темно-коричневые, такие как фасолеобразные могут быть, такие семена, которые могут прорастать и 2-3 месяца. Мы не дождемся никакого результата. И вот надо с обратной стороны вот этой бороздки поцарапать иголочкой или можно маникюрными ножничками. Делать надо очень осторожно для того, чтобы не ковырнуть там внутреннюю оболочку. То есть только надсечь вот эту вот коричневую, такую плотную достаточно, ну прям как кольчуга. Для того, чтобы туда попала влага и своего рода включился код прорастания. Еще раз заостряю внимание, с обратной стороны полосочки. И очень-очень-очень осторожно. И вот к таким семенам относятся лагинария, некоторые виды тыквы и есть травы такие. Поэтому обращайте на это внимание. Теперь, как я вам перед этим говорила, есть еще такой способ обработки семян, как стратификация. Перед этим мы говорили с вами, как скарификация. А это у нас стратификация. Это очень много достаточно ягодных, плодовых, лекарственных, цветных растений, которые сходят только после стратификации. И я вам снова показываю свою необычную коробочку, которая достаточно много места у меня занимает в холодильнике. И я занимаюсь разведением новозеландских дельфиниумов. Для меня это, наверное, такое хобби не только необычное и увлекательное, но очень трепетное. И вот эта коробочка у меня вся наполнена разными сортами семена новозеландских дельфиниумов. Я их только собрала в конце лета, в августе, просушиваю эти быстро семена, распаковываю в разные виды. Вот такие пакетики бумажные, в конвертики. Использую от старых пакетиков семян, цветочных, любых. Тоже я помещаю сюда семена дельфиниумов. Я их храню даже вот в коробочках из-под крема, потому что эти цветы очень эксклюзивные, еще редкие. Это для того, чтобы они у меня не набрали влаги. Ну, у меня холодильник сухой, но если у вас влажный холодильник, то, конечно, надо применять хранение семян вот в таких даже герметических посудах. И вот даже у меня несколько сортов. Видите, я помещаю небольшое количество семян в такие пластиковые стаканчики. И вот так ставлю друг к другу, то есть тоже сюда влага с холодильника не попадает. Подписываю разные сорта. Она у меня хранится вот в такой моей коробочке для меня. Это необыкновенный клад. И с августа месяца, и до посева, до марта месяца хранятся семена только в холодильнике. Любое нахождение в тепле губит эти семена. Вот этот способ называется стратификацией. Я на него обращу особое внимание при использовании, проращивании семян овощных культур. Там не требуется такой длительной стратификации на протяжении полгода. Но сейчас вот о семенах цветов я особое внимание вам заостряю. Поэтому есть и такой способ подготовки семян к проращиванию. Здесь стратификация требует температуры от нуля до плюс градусов. И вот как я сказала, может производиться от нескольких дней до нескольких месяцев. Есть семена, которые стратифицируются благодаря тому, что они высеваются у нас под зиму. То есть поздней осенью мы высеваем в землю, прикрываем небольшим количеством, присыпаем землей. Сверху лапником или каким-то материалом, может быть сухоцветами. И есть тоже определенные виды семян. Ну вот даже морковь так сеет, может быть укроп. Это тоже своего рода такая стратификация. Вот так буквально несколько набросков. Я заострила внимание ваше именно сейчас, в феноваре месяце, о том, как мы подготавливаем купленные в магазине семена или когда вы сами собирали семена, вот именно к посеву. То есть у вас еще есть время изучить это направление, посмотреть на свои семена, какую они требуют подготовку к посеву и уже готовиться к такому нашему прекрасному сезону, который вот-вот у нас с начала февраля уже начинается. Обращаю внимание, что у меня создан плейлист специальный для посева семян, высадки рассады, обработки от болезней, сбора урожая. Плейлист посвящен лунному календарю фазы Луны с учетом знаков зодиака. Если вам интересно, вернитесь на этот плейлист для того, чтобы вы были во всеоружии в этом году. И мы с вами собрали очень хороший урожай и достигли хороших результатов.